Начну я с примеров довольно простого типа, но вот я сейчас про них скажу чуть-чуть подробнее. Значит, вообще алгоритмы бывают разные, классические в том числе. И я сейчас буду рассматривать алгоритмы некоторого стандартного вида. Значит, у них есть много названий на русском языке, иногда называют их оракульными алгоритмами, иногда решающими деревьями. Я предпочитаю, по крайней мере, сейчас название алгоритмы черного ящика, ну вот потому, что я объясню, как это устроено. По-английски они называются query алгоритм. Query – это запрос. Я буду вот в основном говорить потом о запросах. Значит, это вот что такое. Вот мы решаем какую-то задачу. Но чтобы решить эту задачу, мы должны узнать какую-то информацию. Эту информацию мы извлекаем, ну вот, из некоторого черного ящика. Тут ящик не очень черный, значит, а такое стилизованное изображение учреждения. Значит, почему? Потому что вот это вот цикл запрос и ответ мы считаем очень дорогим. То есть, мы считаем, что любые действия, которые мы выполняем, стоят дешевле, чем один запрос. Запрос нам стоит очень дорого. Ну, такие практические ситуации бывают, когда вот просто спросить трудно. И проще уж так сказать… То есть, наша цель – минимизировать количество запросов. Мы хотим решить задачу за наименьшее количество запросов. То есть, я не буду сейчас оценивать, насколько сложно реализовывать те действия, которые я буду выполнять. Я буду отслеживать только один параметр – число запросов. И, естественно, такая постановка возможна и классическая. Что такое классический запрос? У нас есть какая-то функция. Мы спрашиваем ее значение. То есть, мы берем x-аргумент этой функции, отправляем черному ящику. И черный ящик нам возвращает ответ – f от x. Действительно, можно сказать, оракул – так тоже говорится. С теми оракулами, которые возникают в теории сложности, это связано, но не напрямую. Я поэтому предпочитаю не использовать слово оракул, чтобы не возникало два разных употребления одного слова. И общий вид задач, которые мы будем обсуждать сегодня, он такой. Значит, есть некоторый черный ящик, который вычисляет функцию, а наша цель – проверить, что эта функция обладает каким-то свойством. Потом уже завтра я сделаю переход к более стандартной формулировке. Под функцией я буду понимать просто таблицу ее значений, а под свойством буду понимать как раз некоторую же функцию от этой таблицы значений. Но пока мне удобно говорить так, что вот есть некоторая функция, и мы проверяем, что у этой функции есть какое-то свойство. И сложность алгоритма я измеряю исключительно количеством запросов. Да, значит, x у нас будет принадлежать некоторому конечному множеству всегда, и функцию мы обычно будем рассматривать вот такие, со значениями в 0,1. И первая вещь, которая возникает здесь – это некоторая проблема, как переформулировать эту задачу на квантовом языке. Унитарные операторы, о которых я говорил, вот те преобразования, которые мы делаем, они вообще-то обратимы, там для него всегда есть обратный. А если мы посмотрим вот на этот запрос, ну он какое-то явно необратимое преобразование делает. Мы послали целый аргумент x, он элемент какого-то конечного множества, может быть большой, а получили в ответ всего один бит. И как же нам быть, как эту задачу переформулировать? Ну это вот я сейчас ровно этот же вопрос и говорю. На самом деле эта проблема не специфична для квантовой механики, как вот много уже раз я это подчеркивал, что многие проблемы, они такие же. Дело в том, что фундаментальные законы классической механики тоже обратимы. Поэтому, когда мы говорим о каком-то необратимом действии, нужно понимать, что мы имеем в виду какую-то схему. Ну вот, если мы посмотрим на микроскопический уровень, что происходит, там все действия обратимы. А как же у нас получается необратимость? Вот сейчас я на примере, который для меня будет важен, и покажу, как это происходит. Значит, на совсем микроуровне происходит что-то обратимое. Вот типичный пример обратимого преобразования здесь написан. Значит, у нас есть регистр x аргумента, регистр y результата. И когда мы применяем, вычисляем функцию, на самом деле у нас происходит, ну результат, я напомню, это один бит, происходит сложение по модулю 2. Вот там какой-то y был, к нему по модулю 2 мы добавили f от x. Это уже обратимое преобразование, как нетрудно понять, потому что, зная правую часть, мы можем определить левую. А как же получается необратимость? Вот на этой картинке показано, как она получается. Мы, когда проводим такое вычисление, мы добавляем к нашему регистру аргумента некоторый дополнительный регистр результата, который изначально приготовлен в состоянии ноль. Ну, ноль в данном случае, потому что я складываю по модулю 2, то есть это, ну, некоторая условность, что я так выбрал. Дальше я применяю это обратимое преобразование. Прибавление к нулю, естественно, даст просто f от x, ну, так сказать, ноль плюс что угодно, это самое, что угодно. А дальше необратимость возникает вот из-за чего. Я выбрасываю аргумент, и у меня остается только ответ. То есть вот это преобразование из x получается f от x, а на микроуровне ему соответствуют вот два таких преобразования, что, во-первых, мы должны вот, ну, ту систему, в которой мы будем фиксировать ответ, перевести в некоторое стандартное состояние, применить какое-то обратимое действие, а потом выбросить, ну, тот аргумент, который мы послали, раз мы хотим, вот именно нас интересует только ответ. Выбросить здесь нужно понимать так. Не то, что мы обязательно должны в мусорное ведро положить. Мы можем просто не использовать этот регистр. Больше вот x никогда, ну, просто ничего с ним не делать, и тогда это будет то же самое. Физически это получается так. Вот это выбрасывание состоит в том, что у нас в разные вспомогательные степени свободы уходит вот выброшенная информация, и проявляется это физически в виде тепла. То есть у нас что-то нагрелось. То есть любая необратимость, она в соответствии, так сказать, с правилами термодинамики приводит просто к тому, что вот увеличивается тепло. И у нас никакой необратимости не будет. Мы будем работать обратимым образом. И сейчас я теперь начинаю пересказывать вот весь этот пример уже на квантовом языке. Мое преобразование обратимое, которое было совершенно классическим, просто преобразованием некоторых множеств, можно превратить в оператор. обратимому классическому преобразованию соответствует какая-то перестановка, и соответствующий оператор, он перестановочный. Вот он написан сейчас, тут конкретный пример. Давайте рассмотрим функцию, которая, ну, вообще, и аргумент у нее имеет два значения, и значение два значения. Просто тождественная функция. Вот тогда соответствующий оператор будет иметь такой вид. Почему? Потому что тут нужно, конечно, представить, как мы записываем матрицы. У нас, я напомню, в определенном... Да? А там, где посещали, нет? Вот тот слайд? Да. Там f от x, это, видимо, не x? Нет, это просто x. Вот посмотрите на формулу. Значит, формула устроена так. У меня и x, и y принимают значение 0,1. То есть, у меня функция, функция, которая определена на множестве из четырех возможных значений. У меня два бита, значит, всего четыре возможных значения. И функция определена следующим образом. Я ко второму биту добавляю функцию, примененную к первому биту. Вот теперь я сейчас вернусь к матрице. Функция у меня тождественная. Значит, а, ну, поскольку у меня тут строки и столбцы, их нужно как-то занумеровать. Нумерация стандартная такая, в лексикографическом порядке. То есть, вот столбцы начинают нумероваться 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ну, и строки, соответственно. Поэтому, когда у меня второй бит равен нулю, у меня к нулю прибавляется x, и это просто, ну, единичный оператор. А вот если второй бит равен единице, то тогда у меня происходит инвертирование, не x. То есть, для обратимости я должен написать действие, ну, сейчас я еще раз вернусь сюда, как с y равным нулю, вот как на картинке, так и с y равным единице. В случае, если y равен единице, прибавление по модулю 2 – это то же самое, что взятие отрицания. Вот этот оператор, он вполне себе унитарный. Вот сейчас я написал общую формулу. Вот, ну, чтобы не перелистывать постоянно, вот теперь удобнее говорить. Вот оператор имеет… Вот давайте смотреть на это преобразование. Значит, если у нас 0,0 и функция тождественная, тогда какой у нас получится новый набор? 0 и 0 плюс 0, тоже 0. Этому отвечает самая верхняя единичка. 0,0 переходит в 0,0. Значит, вот строки и столбцы индексированы в лексикографическом порядке. Если это единица, у меня получится единица, ну, к нулю прибавляю единицу. А если второй бит, наоборот, равен единице, то тогда у меня… Ну, там был тождественный оператор, потому что, ну, к нулю, когда я прибавляю, то ничего не меняется. А если я прибавляю к единице, то это отрицание. У меня, наоборот, 0 переходит в единицу, а единица переходит в 0. То есть, вот такой оператор я и буду считать квантовым запросом. То есть, это уже оператор. Я напомню, что запрос – это некоторые действия. Действия мы должны описывать оператором. Вот такой оператор и будет описывать запрос. Значит, он устроен, ну, в каком-то смысле сложнее, чем классический запрос. Потому что мы черному ящику отдаем не только аргумент, но и вот этот вот самый бит результата. То есть, в классическом случае мы как? Мы посылали в черный ящик аргумент, а черный ящик нам возвращал только значение. Теперь мы вынуждены следить более внимательно за происходящим. Мы не только черному ящику отдаем аргумент, но и отдаем тот регистр, куда он должен записать результат. И он это делает. Он нам аргумент не меняет, а результат записывает, ну, вот по той формуле, которая написана, и здесь она тоже воспроизведена. То есть, мы просто добавляем по модулю 2 к тому, что в этом бите есть. То есть, смысл этой формулы, он в точности соответствует вот этому рисунку. Мы считаем, то есть, когда мы каким-то разумным образом хотим этот запрос реализовать, мы считаем, что мы бит результата специально приготовим в состоянии ноль, с тем, чтобы когда нам черный ящик отдаст результат запроса, там было написано значение запроса. Но если дело в том, что в квантовом-то случае мы можем посылать не обязательно вектор состояния базисный, мы можем послать какую-то линейную комбинацию, и там может быть записано как ноль, так и единица. Сейчас это появится. Значит, но прежде чем это появится, я хочу несколько слов сказать о том, что вот я напомню, что первую часть я закончил на такой сложной картине, где у нас классическое управляющее устройство определяет, какие состояния готовятся, какие унитарные преобразования применяются, потом это измеряется, и так все по циклу продолжается. На самом деле, часто, конечно, бывает удобно описывать алгоритмы на одном языке. То есть, если уж мы делаем какие-то квантовые действия, то вот мы хотим унитарными операторами описывать все, в том числе и какие-то классические или вероятностные действия. И вот сейчас я как раз про это и скажу. Вот если у нас какое-то мы хотим сделать детерминированное действие, то этому соответствует просто обратимое классическое преобразование, и вот использование свежей памяти, вот примерно так же, как в этом примере, позволяет его реализовать классически. Значит, если у нас какое-то общее Преобразование мы хотим обратимое реализовать. Но мы должны обобщить этот пример. Когда у нас был бит, мы могли просто использовать сумму по модулю 2. А в общем случае мы зафиксируем какое-то нейтральное состояние, в котором мы считаем и вот эту свежую память подаем. И какой-то такой обратимый оператор, который пару а и а в этом выделенном нейтральном состоянии переводит в пару а и f от а. А в другом состоянии, которое не равно а 0, этот обратимый оператор будет действовать как-то. Как-то, вот тут написано, продолжается до перестановки. Мы не будем это фиксировать, потому что для нас важно что? Что мы можем сопоставить любому конечному отображению, необязательно обратимому, некоторое обратимое отображение на большем множестве. Как мы будем действовать, когда второй аргумент не равен, а 0, нас не интересует. Потому что мы будем моделировать классически какие-то вот эти вот вычисления необратимой функции. И всегда будем делать это так, что мы берем, прошу прощения, я вернусь сюда, свежую копию в состоянии а 0 и именно к ней применяем. Ну а если у нас вероятностный запрос, то есть мы хотим по какому-то распределению задавать, то есть подбросить монетку и спрашивать в зависимости от результата подбрасывания монетки, то вероятностное распределение мы, конечно, можем проимитировать вот таким квантовым состоянием. То есть линейной комбинацией базисных запросов с коэффициентами, корень из вероятности, естественно, по нашему общему определению. И применяем этот запрос к P0. Ну получится вот то, что написано. То есть у нас тоже получится какая-то линейная комбинация, такая, как физики говорят, суперпозиция, с теми же самыми амплитудами, потому что наш запрос, он эту амплитуду не поменяет. И вот если в этот момент измерить это состояние, то и получится как раз то, что мы хотим. То есть после измерения вот каждая такая пара возникнет с вероятностью Pk, это и будет значить, что мы спросили, ну вот сделали запросы, запрос K сделали с вероятностью Pk. Но, опять-таки, повторяю, не очень удобно каждый раз говорить, что делаем измерения, там я напомню, что при измерении состояния же система меняется. Мы хотим, так сказать, не ломать наш алгоритм, а как-то это проимитировать несколько последовательных таких вероятностных шагов вдоль алгоритма. И чтобы не делать промежуточных измерений, на самом деле нам нужно просто аргументы постоянно использовать свежие. То есть, опять-таки, так же, вот как при имитации детерминированного запроса мы просто использовали копию свежую в фиксированном состоянии, то же самое можно делать и здесь. И оказывается, это, в общем-то, не очень хитрое, но в общем виде довольно громоздкое вычисление, что распределение исходов после самого последнего измерения будет совпадать с распределением, которое порождается вероятностным алгоритмом. Я, чтобы не загромождать вычислениями свой рассказ, я сейчас просто показываю пример двух шагов. Значит, вот мы вначале делали запрос вот такой, а потом на втором шаге делаем запросы, которые уже вообще говоря зависят от первого запроса с какими-то своими вероятностями. То есть, вероятность зависит от того, что у нас здесь было. И поэтому, значит, а что значит свежая копия? Это значит, что тут у нас был один квантовый регистр, а тут мы берем новый квантовый регистр. И поэтому по общим правилам, которые я говорил, нужно взять тензорное произведение этих двух векторов, и получится вот такая линейная суперпозиция. Коэффициенты, которые там написаны, если их возвести в квадрат, это и будет то, что нам нужно. Потому что если мы выполнили с какой-то вероятностью П1КТ выбрали на первом шаге К, а потом в зависимости от того, какое К выбрали, выбрали вот по такому распределению, у нас по формуле просто полной вероятности получится соответствующие числа. Ну вот, собственно, вот тут вот написано, вот вероятность исхода она такая, и это то же самое, что в случае вероятностного алгоритма. На первом шаге мы выбрали такую вероятность, на следующем всякую. Ну, если у нас больше запросов, то у нас просто вот это дерево возрастает, и формулы станут длиннее, но в сущности они отличаться не будут. Это такое, некоторые предварительные слова, потому что дальше я буду описывать квантовые алгоритмы, в которых есть классические части. Я буду что-то делать классическое, там в какой-то момент буду что-то случайно выбирать, чтобы не повторять вот эти вот слова каждый раз. Я просто объяснил заранее, что это проблема не создаст, когда внутри квантового алгоритма я что-то классическое делаю. Я напомню, что сейчас я не считаю трудоемкость всех этих действий. Вот когда мы будем считать трудоемкость, там это будет немножко хитрее, это мы обсудим подробнее. А сейчас я хочу показать, ну вот первый квантовый трюк. Значит, вот запрос вы видели, там просто происходит сложение по модулю 2, и как я уже говорил, мы можем кубит ответа подавать не только в базисном состоянии, но и в какой-то суперпозиции. И вот давайте возьмем такое состояние, вот которое написано, значит, суперпозиция 0 с амплитудой единиц на корень из 2, а единица с амплитудой минус единиц на корень из 2. Вот такое состояние. И применим вот этот вот наш оператор запроса. Оказывается удивительным образом, что результат запроса будет определяться так, как написано. То есть черный ящик нам выдаст ответ, который тоже будет разложимым вектором. Вот смотрите, я подаю разложимый вектор. То есть х это вот некоторый запрос, который я хочу сделать, и регистр ответа, он находится вот в таком вот состоянии пси. А в результате этого запроса у меня получится разложимый вектор тоже, который устроен следующим образом. Эти множители не изменились, а изменилась фаза. Фаза равняется минус единица в степени f от x. То есть результат запроса приводит к тому, что поменялась фаза. А сам бит результата, он не изменился. И такого типа запрос я буду называть фазовым, и вообще пропускать при использовании фазового запроса бит результата. Буду записывать вот так. Почему? Потому что он просто не меняется. Можно всегда представлять, что у нас есть некоторый бит результата, который в таком вот магическом состоянии находится, и он у нас постоянно присутствует, и вот просто видно, что он никогда не изменяется при таких запросах. Ну и вот можно его всюду писать во всех формулах, а можно и пропустить, потому что он ни на что не влияет. Давайте теперь проверим, что вот это вот, это же я сказал утверждение, это уже некоторый математический факт. Его, он либо верен, либо не верен. Значит, его можно проверить. Значит, вот сейчас давайте проверять. Значит, вот мы действуем оператором перестановочным на такое состояние. Что у нас получается? Значит, у нас, ну я просто вот это состояние пси развернул, так сказать, по его определению, и после того, как я подействую, у меня получится так, что если там был 0, то будет просто f от x, а если была 1, то будет 1 плюс f от x. Пока просто подставил определение. Ну, а давайте теперь посмотрим, что получится, если мы посмотрим вот на два возможных. У нас f от x это бульвозначная функция, то есть она равна либо 0, либо 1. Если она равна 0, то видно, что ничего не изменилось, потому что вместо f от x я должен написать 0, а вместо 1 плюс f от x 1. А если f от x равна 1, что произойдет? Вот там, где был написан 0, будет написана 1. А там, где была написана 1, будет написан 0. При этом, заметьте, у них знаки разные, поэтому они поменяются. Вот здесь я просто должен был бы написать 1 минус 0, а вместо этого я вынес этот знак и оставил тот же самый 0 минус 1. То есть ровно то, что хотелось. Получается, что x остался тем же самым, магическое состояние осталось тем же самым, ну и возник множитель. Множитель, который равен либо 1, либо минус 1, в зависимости от значения функции. То есть фазовый запрос переводит ответ, который вообще говоря у нас записан в каком-то регистре ответа, он его переводит в фазу. Казалось бы, я долго вам объяснял, что фаза вообще ни на что не влияет, и зачем это нужно. Сейчас мы увидим, что это влияет и нужно. Значит, ну а почему, прежде чем это увидеть, я хочу все-таки пару слов сказать, откуда такое магическое состояние берется. На самом деле, чтобы понять, откуда оно берется, нужно изучить вот этот вот оператор f с крышкой и посмотреть, какие у него собственные числа. Значит, его собственные числа плюс-минус 1 утверждается. Ну а если вы будете смотреть на собственные подпространства, вы поймете, откуда берется вот этот вектор. Ну, в общем, можно догадаться уже из этих формул, что вот это магическое состояние будет одним из собственных векторов. Ну, будет задавать одно из инвариантных подпространств этого оператора. Вообще говоря, там собственных векторов-то много, может быть, у нас же есть еще первый сомножитель. Вот, после того, как я, значит, заготовил фазовый запрос, можно уже решить какую-нибудь задачу. Вот первая задача, которая решается квантовыми алгоритмами и не решается классическими. Называется задача Дойча. Значит, у нас есть булева функция от одной переменной. Я их уже использовал, но тут они просто все перечислены. Их всего 4 штуки. Это две константы 0 и 1. Х, то есть тождественная функция, и отрицание Х. Других нет. Значит, задача Дойча состоит в следующем. Нужно, я напомню, что общая у нас схема такая. Есть черный ящик, вычисляющий функцию. И мы хотим узнать, какое-то свойство этой функции. Так вот, задача Дойча состоит в том, что мы хотим узнать, является ли функция, которую вычисляет черный ящик, константой. То есть нас интересует, является ли эта функция вот одной из первых двух или одной из последних двух. Ну, если пытаться решать эту задачу классическим способом, то ясно, что одного запроса заведомо недостаточно. Если мы спросим значение этой функции в нуле, то какой бы мы результат ни получили, у нас остается все равно возможность, что эта функция либо константа, ну, которая совпадает с полученным значением, либо не константом. То есть тут вполне очевидно, что за один запрос классическим образом ответить задачу Дойча нельзя. А квантовым образом можно. Значит, вот сейчас я объясню, как квантовым образом можно решить задачу Дойча за один запрос. Значит, мы берем состояние 0, применяем к нему вот такой вот унитарный оператор, который является композицией оператора H, потом запроса и потом снова H. Оператор H выписан, он будет встречаться у нас постоянно. Значит, это называется преобразование Адамара. Ну, вот оно написано, значит, коэффициенты тут действительные, поэтому унитарность для действительных матриц – это то же самое, что ортогональность. Ну, видно, что да, что ортогональная матрица тут… Ну, понятно, что множитель нормировочный нужен для того, чтобы длина вектора столбца и вектора строки равнялась единице. Потом мы проведем измерение в вычислительном базисе. То есть мы взяли состояние 0, применили вот такой вот… То есть запрос у нас один. H мы используем уже, так сказать, вот мы не считаем его, мы считаем только количество запросов. Запросов был один. После этого делаем измерение в вычислительном базисе. Если получился 0, то функция константа. Ну, а, соответственно, ой, прошу прощения, а если единица, то не константа. То есть у нас будет ответ абсолютно определен. И сейчас, значит, я буду проверять корректность этого алгоритма. Для этого я просто буду вычислять действия оператора, ну, так по очереди. Вот вначале применили оператора Адамара. Вот я вверху напомнил его определение. Получили такую, естественно, из нуля линейную комбинацию нуля-единицы. Теперь применяем запрос. Запрос фазовый. Вот, если кому не видно, O от F. Это я O от F обозначил именно фазовый запрос. То есть теперь получается так, что на 0 у меня подействовал один фазовый сдвиг, который отвечает значению функции в нуле, а на единицу подействовал другой фазовый сдвиг. Они вообще говоря разные. И теперь я опять применяю оператора Адамара. Значит, 0 разложится в сумму нуля-единицы, а единица переведется оператором Адамара в разность нуля-единицы. Вот получится такой вектор, и его можно преобразовать. Сгруппировать вместе нули и единицы. Ну, так сказать, привести подобные. Значит, при нуле будет такой коэффициент, а при единице разность наоборот. То есть при нуле будет сумма, а при единице разность. И теперь давайте смотреть. Если функция константа, то есть F от нуля равняется F от единицы, то вот эти вот числа обязательно одинаковы, их разность равна нулю. Останется только нулевой базисный вектор. Ну, со знаком плюс-минус, так же, как и в случае, если функция не константа. Вот это вот наоборот будет противоположного знака и сократится, а это станет одного знака и будет плюс или минус. Но вот этот уже плюс или минус ни на что не влияет. Дело в том, что когда мы будем делать измерения, что плюс 0, что минус 0 даст нам, ну, так сказать, одно и то же распределение вероятности. Поэтому мы получаем вот ровно то, что хотели. Сделав измерение в таком состоянии, неважно какой знак, мы получим с вероятностью единица 0. И это будет в точности соответствовать случаю, когда функция константа. А во всех остальных случаях, если мы сделаем измерение, мы получим обязательно с вероятностью единица единицу. Ну вот, значит, вот первый пример. То есть он очень показателен. Не то, что мы выполнили что-то сверхъестественное, что недоступно, никак нам классически. За два запроса мы на тот же самый вопрос можем ответить классически. Но за один запрос классически ответить невозможно, а квантово возможно. Сейчас я усложню этот трюк. Вот задача Deutsch'а-Джоза – это некоторое усложнение задачи Deutsch'а, когда мы за один запрос отвечаем уже на вопрос про функцию от n битов. То есть теперь у нас есть функция, которая, произвольная булевая функция, вот у нее n аргументов булевых и булевого значения. И нам заранее известно про эту функцию, что выполняется одно из двух. Либо это функция константа, то есть тождественно равна нулю, или тождественно равна единице. Либо эта функция сбалансирована. Сбалансирована – это значит, что количество нулей и единицу этой функции одинаково. Вот такой случай, когда мы рассматриваем непроизвольную функцию, а еще накладываем какое-то дополнительное ограничение на эту функцию. По-английски это называется promise problem, а по-русски я не знаю какого-нибудь удачного термина. Вот вы, наверное, знаете. Или тоже не знаете. Ну вот я это называю задачей с априорными ограничениями, но это тоже очень громоздко. Значит, ну вот такие вот задачи, когда мы что-то частично определенное вычисляем. То есть у нас есть дополнительные условия, вот там, которые в условии задачи зафиксированы, заранее известно. Вот нас интересует только этот случай. Как будет вести наш алгоритм себя в других случаях, нас вообще не интересует. Мы должны вот научиться различать эти два случая. Ну, сейчас я обобщу тот пример, который у меня был в задаче Дойча, и объясню, как за один квантовый запрос дать ответ, является ли функция константа или она сбалансирована. Для этого мы берем состояние, которое уже состоит из n нулей, и применяем к нему такой оператор. Значит, каждому кубиту применяем оператора Дамара. Это получается такая тензорная степень оператора Дамара. Потом запрос квантовый, и потом еще раз каждому кубиту оператора Дамара. После чего делаем измерение в вычислительном базисе. Значит, результатом измерения будет какая-то двоичная строка. Если эта двоичная строка состоит из одних нулей, то мы говорим, что функция константа. Во всех остальных случаях мы говорим, что функция сбалансирована. И вот утверждается, что если нам, то есть наши вот эти априорные условия выполнены, то есть наша функция действительно либо константа, либо сбалансирована, то мы не ошибаемся. То есть мы даем правильный ответ без всякой ошибки. Ну вот, давайте разберемся, почему так. Это некоторое обобщение задачи Дойча, и здесь уже нужно немножко считать более сложно. Поэтому оператор Дамара я для начала представлю в таком виде, который более удобен для дальнейших суммирований. Значит, ну вот я напомню, как он выглядит, а записать это можно немножко иначе, что мы, я пишу действия оператора Дамара на базисном векторе. Получается линейная комбинация базисных векторов с какими коэффициентами? Коэффициент минус единица в степени альфа умножить на бета. Ну у меня, я напомню, что базисные вектора индексируются нулями и единицами, поэтому альфа умножить на бета это либо ноль умножить на что-то, что ноль, либо один умножить на один, тогда получается один. И у нас действительно есть ровно один случай, когда стоит минус единица. Ну и общий множитель единиц на корень из двух, конечно, тоже есть. Пользуясь этим определением, давайте вычислим, как действует тензорная степень оператора Дамара на какой-то уже базисный вектор в нашем пространстве из n кубитов. Ну, поскольку это тензорная степень и наш вектор разложим, я напомню, что вот такой вектор, он разложим на базисные просто по определению, то оператор по общему определению тензорного произведения у нас как раз все очень просто, так сказать, в данном случае каждый сам множитель, они все одинаковые, оператор Дамара действует на каждую компоненту. Ну и получается вот то, что написано. Значит, во-первых, все вот эти нормировочные множители объединяются и дают общий множитель единицы разделить на два в степени n пополам. А тут по-прежнему пока написано тензорное произведение и, ну, в сущности, переписана формула, только вставлены индексы, потому что значения альфа, ката и бета-каты могут быть, вообще говоря, разными. Что я делаю теперь? Теперь, ну, как обычно, можно поменять местами сумму и произведение, то есть вынести сумму за знак произведения, тогда произведения дадут вот такую вот величину, естественно, то есть мы должны будем суммировать уже по всем возможным наборам бет. А с каким коэффициентом? Ну, вот эти все коэффициенты, их нужно сложить. Причем, поскольку это знаки, их можно складывать по модулю 2. Это обычное дело. Если у нас есть произведение минус единиц в каких-то степенях, то это то же самое, что минус единица в сумме по модулю 2 вот этих вот показателей. То есть, что минус единица в квадрате равна единице. Поэтому мы можем складывать по модулю 2. Ну, и более компактно, чтобы не писать такую длинную формулу, это можно записать в виде уже скалярного произведения над полем из двух элементов. Тут скалярных произведений много возникает. Значит, здесь просто та формула, которая написана, но ясно, что это скалярное произведение, но только по модулю 2. Вот мы получили действие на базисный вектор. Ну, вот я восстановил всю цепочку. Давайте теперь смотреть, как действует наш оператор составной, который состоит из применения тензорной степени Адамара, запроса и еще раз тензорной степени Адамара. Значит, первое применение выглядит очень просто, потому что, вот смотрите, здесь у нас мы применяем к нулевому вектору, и произведение на нулевой вектор, ну вот здесь можно посмотреть, здесь вместо альфаи, так всюду стоят нули, конечно, даст ноль. Поэтому на первом шаге у нас получается все просто. У нас получается такая сумма с положительными коэффициентами. Я, значит, я буду пропускать на словах нормировочный множитель, единицы разделить на 2 в степени n пополам, поэтому просто буду говорить сумма с единичными коэффициентами. Потом применяем запрос. Значит, фазовый запрос, поэтому результат этого фазового запроса состоит в том, что каждый наш базисный вектор подкрутится на минус единицу в степени f от альфа. И теперь мы применяем еще раз тензорное произведение оператора Вадамара. Тут немножко надо, конечно, уже писать формулы, но, в общем-то, понятно, что происходит. Вот каждый альфа вот в этой формуле распишется вот в такую сумму, куда я заодно добавил и фазовый множитель, который остался от фазового запроса. А нормировочный множитель, заметьте, поскольку я применил дважды этот оператор, у меня каждый нормировочный множитель был единица на 2 в степени n пополам, теперь это будет единица на 2 в степени n, потому что они перемножатся. Теперь переставим местами суммы. Тут вообще никаких хитростей нет. То есть сгруппируем, какие слагаемые входят при бета. Входит вот то, что написано в скобочках. То есть мы должны складывать по всем альфа, по всем двоичным наборам альфа, такую величину, минус единица в степени f от альфа, плюс вот это самое скалярное произведение альфа и бета. То есть сумму по модулю 2, произведение соответствующих компонентов в альфах и бетах. Это общая формула, она верна всегда. Но если мы теперь посмотрим на то, как мы это применяем, то смотрите, если нас интересует исход 0 n, то есть бета нулевая, тогда у нас что получится? У нас получится, если бета нулевая, вот в верхней формуле, скалярное произведение альфа и бета равно нулю, поэтому останется только минус единица в степени f от альфа. Ну и взятое, конечно, с нормировочным множителем. И вероятность наблюдения исхода 0 n по определению, это квадрат соответствующего числа. Это же амплитуду мы посчитали. Ну, давайте смотреть, что это за амплитуда получилась. Если функция константа, то f от альфа всюду одинаковы. Поэтому вот это вот все по модулю будет 2 в степени n. Разделим на 2 в степени n, получим единицу. Неважно с каким знаком, поскольку мы берем квадрат, останется единица. Ну а если функция сбалансирована, то там единицы минус единиц, поскольку число нулей и единиц одинаковые, то единицы минус единиц будет одинаковое количество, и получится в точности 0. То есть вот здесь видно, почему важно условие, что мы разделяем константы и сбалансированы. Если нет предположения о том, что функция сбалансирована, то в случае константы мы, конечно, все равно получим с вероятностью единица, исход, ну вот этот вот результат измерения из одних нулей. Но если функция не сбалансирована, то будет вероятность получить такой исход и в случае, ну во втором случае, когда функция какая-то. А вот если функция сбалансирована, то вероятность как раз равна нулю. Таким образом, мы за один запрос вообще определяем свойства уже такой довольно сложной функции. Вот, их много. Вероятность наблюдения исхода 0n. Вот смотрите, у нас есть наш вектор, который мы приготовили, перешел вот в такой вектор. Значит, какая вероятность наблюдать бета? Это квадрат модуля амплитуды. В нашем случае бета это 0n. Значит, ну, меня интересует именно наблюдение всех нулей. Тогда наша формула сильно упрощается, потому что скалярное произведение с нулем это всегда 0. И формула становится вот такой. Значит, если f константа, то она для любого альфа принимает одно и то же значение. Поэтому под суммой будет стоять либо единицы, либо минус единицы. И все это просуммируется в 2 в степени n, ну, с точностью до знака. Поделим на 2 в степени n, получится как раз в квадрате единица. А если функция сбалансирована, то тут единица минус единиц будет поровну. И сумма будет равна нулю. Ну, тогда бы какая-то была бы вероятность наблюдения одних нулей, которая, ну, понятно, она вычисляется как раз по степени баланса. Просто константа это самая несбалансированная функция. То есть мы можем различить полностью сбалансированную функцию или самую несбалансированную. Вот между ними разница вполне детерминированная. А если у нас функция чуть-чуть разбалансирована, то у нас просто появится какая-то вероятность. И в принципе, делая такие измерения, мы можем оценить ну, если мы оценим там, повторим много раз эти испытания, мы можем оценить, насколько функция несбалансирована. Ну, это не очень убедительно, потому что, ну, так сказать, там запросов нужно делать, у нас запрос идет каждый раз. Ну, мы за один запрос умеем различать вот эти вот две ситуации. Ну, за один запрос мы просто ничего не можем сказать. Мы наблюдаем какой-то исход. Значит, и что? Это может быть любая двоичная строка. Если нет никакой априорной гипотезы, за один запрос мы просто ничего не сможем сказать. Другое дело, что если мы можем повторить несколько это раз, то какую-то информацию сбалансированности мы можем получить, глядя на нолен. Глядя на другие исходы, мы можем получить еще другую информацию. На самом деле, это почти что преобразование Фурье. Поэтому, ну, кто знает, что такое преобразование Фурье. Поэтому полезную информацию о функции мы можем извлечь из, ну, вот таких действий. Но это уже будет стоить нам какое-то количество запросов очень большое. Можно ли сказать, что немножко не балансировано, немножко не балансировано, а совсем не балансировано, что это движение не между накрайними, а соседями? Правда ли, что нам потребуется меньше итерации в данном случае? Значит, чем в детерминированном, наверное. Ну, вот сейчас давайте как раз перейдем все-таки… Ой, я в другую сторону кручу. Давайте перейдем к анализу классических алгоритмов для этой задачи. Ну, детерминированный алгоритм должен делать очень много запросов, это понятно. Потому что пока мы не набрали половину всех точек, мы не можем отличить… Вот, представляете, вот мы спрашиваем, спрашиваем, нам все время выдает одно и то же значение. Пока у нас не набралось половины точек, мы наши случаи различить не можем, потому что это может быть как константа с соответствующим значением, так и сбалансированная функция, ну, которой нам не повезло, и мы только видим одно из возможных ее значений. Но есть вероятностные алгоритмы. И даже для задачи Дойча-Йожа вероятностный алгоритм очень неплох. Значит, я думаю, для вашего случая тоже будет неплох. Какой вероятностный алгоритм? Возьмем две случайные точки, x и y. И запросим значения в этих точках, и сравним, равны они или нет. Если равны, отвечаем констант, а если не равны, отвечаем сбалансированные. Тут уже алгоритм может ошибаться. Значит, смотрите, как он может ошибаться. Конечно, ответ константа мы даем всегда правильный. То есть, если у нас константа, то ответ мы дадим правильный. Потому что у нас все значения одинаковые, будет наблюдаться только первый случай. Но если функция сбалансирована, у нас есть вероятность ошибки. Мы можем случайно получить точки с одинаковым значением функции. Вероятность этого одна вторая. И вот ровно с такой вероятностью наш алгоритм ошибется. Ну, казалось бы, одна вторая большая вероятность, но если мы повторим это k раз, независимо, будем делать не один запрос, а k запросов, то у нас вероятность ошибки упадет, ну, до 2 в степени минус k. Потому что вероятность ошибки на одном шаге вторая, значит, при независимых повторениях она станет 2 в степени минус k. Вообще, вот начиная с этого места, у меня постоянно будут возникать алгоритмы, которые могут работать не точно, а делать ошибку. И вот этот параметр, вероятность ошибки алгоритма, он постоянно будет учитываться. Обычно ситуация, которая наблюдается здесь, она в очень многих случаях наблюдается. Если мы добились константной вероятности ошибки, мы можем ее уменьшить, сколь угодно, вот, ну, некоторыми повторениями, в разных ситуациях немножко разными. Но это не всегда так бывает. Бывают более сложные ситуации, когда такого не бывает. Но здесь, по крайней мере, мы можем сказать следующее, что для любого epsilon существует вероятностный алгоритм, который решает задачу Deutsch и Джозе с вероятностью ошибки меньше epsilon за o от единицы запросов. Ну, тут возникают асимптотические обозначения уже o. Естественно, я имею в виду, что у меня в задаче Deutsch и Джозе функции от n аргументов, и я имею в виду асимптотику при n, стремящемся к бесконечности. То есть при n, стремящемся к бесконечности, нам нужно все равно константа запросов, если мы зафиксируем точность ошибки над какой-то константой. Обычно ее фиксируют там, не знаю, 1 третью, такое любимое число для порога ошибки. Но мы можем, видно, что в данном случае 1 третья, 1 миллиардная отличаются там не такое большое количество раз, потому что вероятность ошибки очень сильно падает при независимых повторениях. И в зависимости от того, как мы задали epsilon, у нас возникнет ну сколько-то запросов. Поэтому задача Deutsch и Джозе, она очень эффектная, но по большому счету она мало что говорит, если мы сравниваем классические квантовые алгоритмы. Почему? Потому что, ну всегда, когда мы сравниваем алгоритмы, мы разницу фиксированный множитель, ну в каких-то симптотических предположениях считаем не очень большой. И поэтому по сути задачу Deutsch и Джозе хорошо решает вероятностный алгоритм. То есть нам не нужно вот такую хитрую суперпозицию делать, что-то такое. Ну так будет константа запросов, но это тоже неплохо. Вот, и теперь я собственно перехожу к последней части сегодняшнего рассказа. Я хочу показать пример, когда квантовый алгоритм более чем в константу раз лучше, чем классически возможно. Это знаменитый алгоритм Гровера, значит, который был придуман в 96-м году, сравнительно поздно. Я ничего не говорил про историю всего этого дела, про квантовые алгоритмы, но там история делится примерно на две части. До 95-го года и после 95-го года. В 95-м году Шор придумал, как с помощью квантовых алгоритмов быстро факторизовать числа. Я про это еще буду позже рассказывать, но вот это вот некоторый рубеж основной. До этого это считалось некоторой экзотикой, а тут все испугались, что вот завтра физики построят квантовый компьютер и нужно менять все банковские системы. Но этого не случилось, поэтому сейчас народ слегка успокоился. Гровер придумал на год позже этот алгоритм, хотя он намного проще. Значит, это как раз вот алгоритм того типа, о котором я говорю, значит, что здесь мы имеем. У нас есть некоторое множество конечное и функция, которая принимает значение 0,1. Причем известно, что функция принимает значение 1 ровно в одной точке, в остальных она равна 0. То есть другими словами это что означает? Мы хотим из какого-то конечного множества объектов есть один, который нам нужен. Наша функция, по сути дела, ответ на вопрос, является ли этот объект нужным нам. Мы точно знаем, что нужный объект есть, он один. Это вот я напомню, это иголка в стогу сена. Вот иголка похожа, значит, на соломинки. Вот наш запрос, он говорит, вот мы цапнули что-то, иголка или соломинка. Вот, значит, тут иголка одна, соломинок много. Нам нужно найти соломинку. То есть наша цель, как можно меньшим количеством запросов, найти вот эту самую точку, в которой значение функции равно единице. Ну и тут уж про вероятностные алгоритмы можно сказать, что они быстро работать не могут. Ну, опять-таки, детерминированный алгоритм должен спросить почти все точки. То есть он должен сделать M-1 запрос, по крайней мере. Потому что представьте, что все ответы ноль. Пока у вас остается больше одного варианта непроверенного, вы ничего определенно сказать не можете. Но оказывается, что здесь вероятностные алгоритмы больше похожи на детерминированные. Если вы зафиксируете вероятность ошибки, ну, скажем, эпсилон, то у вас количество запросов… Сейчас, а вот еще раз, поднимите руки. Кто знает, в чем разница между обозначением О большое и Омега большое? Ага, ну почти все знают. Значит, те, кто не знают, я очень коротко напомню, что О большое – это ограничение сверху, некоторой константой, а Омега, наоборот, снизу. То есть количество запросов линейно. И это не очень сложный факт, сейчас я его докажу. Значит, доказательство устроено так. Мы будем рассматривать алгоритмы специального вида, которые называются неадаптивными. Будем считать, что алгоритм делает ровно К запросов, и пока он делает запросы, он вообще не смотрит на ответы. А потом уже, когда сделал К запросов, смотрит, так сказать, по ответам, нашел или нет. Ну и может такая ошибка будет, например, состоять в том, что он просто не нашел ответ. Значит, почему это не ограничивает общности? Дело в том, что наша задача устроена так специфически, что у нас только одна вообще точка. То есть и работа любого алгоритма, она делится на две фазы. Пока мы эту точку не нашли, он от неадаптивного ничем не отличается, потому что у него ответы одни и те же. И поведение поэтому то же самое. А когда нашли, ну там, конечно, разница уже будет в поведении какого-то хитрого алгоритма и неадаптивного. Но она нам не интересна, потому что точка уже найдена. Вероятность того, что точка найдена, не будет зависеть от того, какой мы алгоритм рассматриваем. Ну и как обычно, в худшем случае мы оцениваем. То есть мы считаем, что есть некий такой враг, как я уже неявно предполагал несколько раз, который нам подсовывает самые плохие варианты и стремится минимизировать вероятность успеха. Ну, теперь, значит, давайте анализировать какой-нибудь неадаптивный алгоритм. Он делает К запросов, ну вот это некоторое множество С, под множество он может спросить. Но он может спросить, вообще говоря, разные подмножества. И для фиксированного подмножества С давайте обозначим ПС, вероятность того, что алгоритм неадаптивный спросил именно это множество. А успех алгоритма означает, что в это множество попадает наша точка У. Ну, потому что не успех, это значит, что мы точку не нашли. А нашли, это значит, что мы ее спросили. Другого варианта у нас нет. Вероятность успеха, поэтому, это просто сумма вероятностей по множествам, которые содержат У. Ну, при фиксированном, когда мы зафиксируем У, то вот вероятность успеха нашего алгоритма будет измеряться такой суммой. И теперь мы можем уже оценить эту вероятность с точки зрения врага. Враг знает, что он может так выбрать У, чтобы вероятность успеха была не больше, чем К разделить на М. Ну, почему? Тут написана не очень сложная выкладка. Давайте возьмем среднее значение П от У. То есть средняя арифметическая единица на М плюс сумма по всем У. Когда мы берем сумму по всем У, каждое множество С, в нем же К элементов, будет входить К раз. Поэтому эта сумма равна К разделить на М на сумму по всем множествам вероятности. Еще раз, К это кто такое? А К – это количество запросов. И мы считаем, что алгоритм какой-то? Алгоритм делает ровно К запросов. Ну, понятно, что если алгоритм делает меньше запросов, мы всегда можем какие-нибудь фиктивные добавить. Значит, ну, на каких-то ветвях. Но у нас вообще алгоритм неадаптивный. Я с самого начала перешел к анализу неадаптивного алгоритма. Ну, неадаптивный, он просто вот выбирает по какому-то вероятностному распределению подножство. Ну, в принципе, да, это верхняя оценка, но для неадаптивного алгоритма. Неадаптивный алгоритм не смотрит на ответ. Он должен вначале спросить, а потом уже, ну, либо повезло, либо не повезло. Но спрашивать он может хитро. То есть, вообще говоря, вот это вот распределение ПТС, оно может быть каким-то, каким угодно. Что? Ну, да, нет, он может любое распределение, неадаптивный алгоритм, в сущности, этим описываться. То есть, он может задать какое-то хитрое распределение на множествах и в соответствии с этим распределением выбрать свои запросы. Ну, а дальше вот эта вот оценка показывает, что средняя вероятность успеха по всем игрекам равна К на М. Ну, раз средняя равна К на М, то найдется такой игрек, который не лучше среднего. Это такая типичная вероятностная оценка. И вот противник, зная наш алгоритм, а противник знает наш алгоритм. Если К равна М минус 1, то В, как и урек, оно 1. Но если мы спросим, все проблемы одного, то... Ну, тут есть некоторая неточность. Да, значит, давайте считаем. Идея на этой методике, я сейчас я не могу понять. Если К равна М минус 1, то мы уже получили этот алгоритм. Нет, значит, неточность в следующем. А когда я говорил про неадаптивные и адаптивные алгоритмы, я вот эту вот разницу игнорировал. На самом деле адаптивный алгоритм имеет ровно одну возможность обогнать неадаптивный. А именно, если он сделал М минус 1 запрос, то в этом месте адаптивный должен делать все равно, так сказать, он ничего не знает. А адаптивный в этот момент может уже сказать ответ. Неадаптивный не может, он должен вначале сказать все запросы. Он же не знает, получил ответ или нет. Да, да. То есть, на самом деле, тут неточность кроется в моем сведении к неадаптивному случаю. Но, на самом деле, если запросов меньше, а нас, в общем-то, интересует, когда запросов все-таки меньше, чем М, это все исчезает, потому что это единственная возможность адаптивному алгоритму в данной задаче. Тут я подчеркиваю, задача очень простая. А в более сложных задачах адаптивные и неадаптивные алгоритмы сравнивать, конечно, намного сложнее. Ну вот, поскольку враг может выбрать такой у для данного алгоритма, то дальше уже формулы очень простые. Вероятность успеха в худшем случае не больше, чем доля К на М. И если мы знаем, что она больше, чем единица минус эпсилон, а мы предположили, что вероятность ошибки мала, то выполняется вот такое неравенство. То есть, значит, число запросов должно линейно расти с коэффициентом единицы минус эпсилон от М. Таким образом, вероятность алгоритм уж точно будет делать линейное число запросов. А квантовый может делать меньше. И вот сейчас я буду объяснять, как устроен алгоритм Гровера. Значит, он будет делать меньше запросов. Значит, сколько давайте я, чтобы... Ну, многие, наверное, и так знают, сколько, но остальных я поинтригую немножко. Значит, я пока опишу, из чего он будет состоять. Во-первых, мы будем опять использовать фазовый запрос. В данном случае фазовый запрос будет иметь такой вид. аргумент х, вот то, что аргумент, который я спрашиваю, будет домножаться на минус единицу. Ну, в степени, вот, так сказать... Ну, тут я формально написал дельта функцию от y к x. То есть, если ответ да, то... Ну, в смысле, мы нашли нужную нам точку, то это минус единица. А в остальных случаях это ответ 0, значение нашей функции 0, поэтому это будет единица. И геометрически, если представить себе такой оператор... Ну, он диагональный, вот, в этом базисе вычислительном, которым я иксы определяю. Геометрически он, конечно, просто-напросто отражение относительно гиперплоскости, которая ортогональна вот нашему базисному вектору y. Потому что, смотрите... Ну, что у нас происходит на базисных векторах? Если вот у нас... Ну, для простоты я буду рассматривать базис из трех элементов. Вот это вот y. Значит, вот эти два вектора просто не меняются, потому что они умножаются на единицу. А у этого меняется знак. Ну, вот это и есть отражение. Ну, в многомерном случае это тоже отражение. Обычное обозначение дельта от y к x равно единице, если y равно x, и равно нулю, если y не равно x. То есть, если y равно... Смотрите, значит, если я запрашиваю и подаю на вход черному ящику y, то значение функции равно единице. Поэтому фазовый запрос даст нам то же самое y, но уже с фазой минус один. А во всех остальных случаях значение функции равно нулю, и поэтому черный ящик в ответ на наш запрос выдаст тот же самый вектор. Ну, умноженный на единицу, но на единицу умножение ничего не меняет. А почему это тогда отражение? Ну, вот смотрите, значит, тут у нас есть гиперплоскость и есть вектор перпендик. Ну, это на базисных, но это оператор, он продолжается на любые векторы. Но почему отражение, это как раз сказать легко. Это, в общем-то, любой оператор, который имеет одно собственное число минус один, а остальные один, это и есть отражение. И на самом деле нам будет нужен очень похожий оператор вот такого вида, значит. Ну, тут я использую как раз вот эти вот обозначения Дирока, потому что проще, так сказать, его записывать в таком виде. Пси это некоторый специальный вектор, а именно это средняя арифметическая, так сказать, сумма всех базисных векторов с коэффициентом единиц на корень из м. Ну, коэффициент возникает из условия нормировки. А сам оператор, как он действует? Значит, он на вот этом векторе, который вот является вот такой суммой всех векторов, он действует тождественно. Это легко видеть. Вот смотрите, применим такой оператор к Пси. Значит, что у нас получится? Первое слагаемое даст нам 2 Пси, а второе слагаемое даст минус Пси. 2 Пси минус Пси это Пси. А если мы возьмем вектор, который ортогонален Пси, то первое слагаемое даст 0, а второе даст опять-таки минус Пси. Ну, я прошу прощения, там у меня, я устал писать обозначения Дирока, там надо Пси, конечно, взять в кет скобки. Это опечатка. Значит, то есть, что тут получается? Тут тоже очень похоже. На одном векторе у нас получается плюс 1, а на всей гиперплоскости, которая ортогональна этому вектору, получается минус 1. В случае отражения относительно плоскости было наоборот. Была одна минус единица и много единиц. А здесь одна единица и много минус единиц. Ну, это, другими словами, можно сказать, что это симметрия относительно прямой, содержащей Пси. Вот представьте, что у нас есть прямая, и мы делаем симметрию относительно этой прямой. Тогда сама эта прямая остается неподвижной, а все остальные точки, ну, как раз поменяют знак. Вот что такое центральная симметрия? Это изменение знака. Вот. То есть, это, в принципе, очень похоже с точностью до общей симметрии, общего изменения знака. Этот оператор подобен нашему фазовому запросу. И, наконец, мы соберем из этих двух операторов оператор, который называется итерация Гровера. Запрос и вот этот вот самый оператор. Его еще называют оператором диффузии, но я уж не буду объяснять, почему диффузии. Те, кто напишут матричные элементы, думаю, догадаются, почему диффузии. Если там на произвольном векторе написать, то более-менее станет ясно. То есть, там такое перемешивание происходит. Иксы, я напомню, наша задача состоит в том, что у нас есть некоторое конечное множество. И вот x это элементы этого конечного множества. То есть, в данном случае, вычислительный базис состоит из элементов. Ну, базисный вектор отвечает элементу конечного множества, в котором m элементов. Ну, я напомню нашу функцию. Мы ищем какое-то одно y из большого множества. Вот все элементы этого множества – это базисные векторы. То есть, мы работаем в таком пространстве. В принципе, наш алгоритм мог бы использовать и другое пространство. Но он использует именно это. То есть, прям буквальное соответствие элементам множества. Это как раз в том, в котором у нас сложность, не учитывая, что здесь надо посчитать. Ну, в частности, да. На самом деле, представьте, что наше множество по-настоящему большое. Значит, ну, запрос, ладно, допустим, черный ящик, мы не считаем, сколько нам стоит, ну, сколько стоит черному ящику что-то вычислить. Но вот этот оператор, ну, как его реализовать? Ну, нам может повезти, и у нас просто вот есть физическая система, которая его реализует, ну, а если ее нет? Значит, мы должны как-то ее реализовать. И во второй части своего курса я как раз буду обсуждать, хотя я по видео не буду объяснять, как конкретно вот этот оператор RPSI реализовывать, но буду обсуждать вопросы, как можно оценивать время, которое требуется для порождения такого оператора. И окажется, что на самом деле этот оператор хороший. Его можно быстро. Да, то есть, если правильно считать время вычисления, то это быстрый оператор. Это существенно для некоторых вопросов, но я сейчас не хочу уходить в сторону и объяснять, почему это так. Может быть, как раз во второй части курса мы еще вернемся к итерации Гровера. Теперь, как устроен алгоритм Гровера? Мы опять-таки приготовим состояние 0, потом это состояние переводим как раз в состояние ПСИ. Могли бы сразу приготовить ПСИ, но по традиции готовятся состояния из вычислительного базиса. Значит, ну, до какой-то степени это можно понять. Вот я напомню, что основной способ приготовления – это сделать измерение. Раз у нас есть печка, которая, ну, вот измеряя, не печка, а измерительный прибор, который измеряет в вычислительном базе. Значит, мы заведомо знаем, что уж вектора из этого базиса мы порождать можем. Какие-то другие вектора то ли можем, то ли нет, а эти просто измерением порождаются. Поэтому по традиции вначале порождается вектор из вычислительного базиса, ну, а потом тут-то нам любое унитарное преобразование ничего не стоит. Конечно, мы можем перевести 0 вот в такой вектор. А дальше мы делаем загадочную вещь. Вот в квантовых алгоритмах есть такой загадочный момент. Мы просто вот эту самую итерацию Гровера, о которой я говорил, повторяем много раз. Не просто много, а вот столько, сколько здесь написано. Целая часть от π на 4 умножить на корень из m. Ну, вот столько раз мы должны применить оператор G. После этого мы измеряем полученное состояние в вычислительном базисе. Ну, тут, извините, я тоже описался, написал классический базис. Это немножко другой жаргон. Вместо вычислительной базис иногда говорят классический базис. Я прошу прощения, это опечатка. То есть имеется в виду вычислительный базис. И вот выдаем в качестве ответа то, что измерили. То есть этот алгоритм может ошибиться. Он может при измерении вообще говоря сказать, ну, так сказать, не y, а что-то другое выдать. Но вероятность ошибки, мы сейчас оценим, она не очень большая. Значит, а сколько он делает запросов? Ну, это как раз посчитать легко, потому что все запросы делаются на третьем шаге. Их, видно, что их O большой от корень из m. Ну, вот этот вот коэффициент π на 4. А вот факт, который из описания алгоритма не виден, что вероятность ошибки, она очень маленькая наоборот. Причем она удивительным образом уменьшается с ростом m. Вот она O большой от единицы на m. А если вы, чем у нас, так это ошибка уменьшится? Что-что? Если доминивки на 4, так как она, так как она, ошибка уменьшится? Она будет меняться периодически. Ну, сейчас увидите. Это проще увидеть, чем представить. Значит, вот сейчас давайте анализировать алгоритм Гровера. Самый важный шаг в этом анализе состоит в том, что итерация Гровера инвариантно действует на пространстве, которое порождено вектором y и вектором ψ. Ну, вот тут, может быть, стоит вернуться назад. Вот, смотрите, значит, если мы подействуем итерации Гровера на вектор y, что у нас получится? Вот это сохранит y, а это как подействует? Ну, как-то, но он будет выражаться через ψ и y, потому что это в любом случае выражается через ψ и y действие такого оператора. Значит, а если мы подействуем ψ здесь, то вот если посмотреть там, то что получится? Давайте проверим. Значит, если мы подействуем запросом на ψ, то у нас возникнет ψ, которому добавлен какой-то y. То есть у нас знак изменится только в y. Поэтому получится, вот смотрите, ψ имеет такой вид. Сумма имеет все коэффициенты единицы, ну, с точностью донормировки. После действия запроса в y возникнет знак минус 1. Но другими словами, это как можно сказать? Минус 1 в y и остальные единицы – это линейная комбинация всех единиц и y. Ну, с какими-то коэффициентами. Поэтому наша итерация Гровера это подпространство сохраняет. Причем в этом подпространстве, я не случайно так подробно описывал геометрический смысл этих преобразований, в двумерном подпространстве это отражение относительно прямой и отражение относительно гиперплоскости – это одно и то же отражение, потому что у нас размерность 2. Поэтому итерация Гровера – это композиция двух отражений. Ну, хорошо известно из элементарной геометрии факт, что это поворот. Поворот на удвоенный угол между прямыми. Вот смотрите, тут нарисована картинка. Значит, вот у нас вектор y и вектор ψ. Он не ортогонален, конечно, y, но если посмотреть на скалярное произведение, то он почти ортогонален. И вот угол θ – это угол между ψ и прямой перпендикулярно y. Теперь, если мы будем строить отражение соответствующее, то получится, ну вот взяли некоторый вектор, отразили вначале относительно ψ, потом… Ну да, мы отражаем на самом деле относительно вот этой прямой. Потом отразили относительно другой прямой и получили сдвиг на вектор 2 θ. Ну, чтобы понять количество, как это себя ведет, надо этот самый угол оценить. Угол – это скалярное произведение. То есть, почему я пишу синус, хотя вычисляю скалярное произведение? Дело в том, что меня интересует угол не между ψ и у, а между ψ и прямой перпендикулярный у. И тогда скалярное произведение – это вот этот вот косинус, косинус вот этого угла, ну или синус этого. А скалярное произведение посчитать легко, потому что у имеет ровно одну компоненту единица, а остальные нули. Значит, в ψ у нас все компоненты имеют величину, все координаты имеют величину единицы на корень из m, значит, скалярное произведение – точность единицы на корень из m. Ну и тогда ясно, что угол θ, я уж не буду там подробно останавливаться на анализе, но думаю, что всем понятно, во-первых, что приблизительно это единица на корень из m, ну и даже точность там… Ой, только… А, ну правильно, а маленькая – это m без единиц, нет, даже не ошибся. Это случайно, но не ошибся. Значит, то есть, что получается? Получается, что после применения итерации Гровера наш вектор состояния, вот вектор состояния, он уже где-то вот здесь. Мы начинаем с ψ, но потом он поднимается куда-то, значит, он поворачивается на угол, который приблизительно равен 2 разделить на корень из m. Ну, это и объясняет причину такого странного коэффициента π на 4. Потому что, смотрите, начальный угол почти прямой. Ну, вот видно из этого вычисления, что косинус его практически ноль. Значит, поэтому если мы сделаем вот то число итераций, которое я указал, угол станет… Каждый раз он меняется примерно на 2 разделить на корень из m. Значит, угол станет, ну вот таким маленьким, как написано. То есть, он понятно, что мы, когда возьмем такое количество итераций, мы ошибемся только на какую-то константу от вот этой вот характерной величины единицы на корень из m. Потому что, ну, мы практически развернемся на прямой угол. То есть, с точностью до каких-то вот, ну, малых, которые там написаны. Но они большой вклад дать не смогут, потому что, вы видите, мы делаем число итераций порядка корня из m. Поэтому то малое, оно тоже не сильно повлияет. Ну вот, угол станет почти прямым. Угол станет практически нулевым. То есть, вот с точностью вот до такой величины. А что это означает? Это означает, что, когда мы будем делать измерения, мы с подавляющей вероятностью в результате измерения получим исход y, а не какой-нибудь другой. Потому что, что значит ошибка? Ошибка значит, что мы получим не y, а что-нибудь из, ну, перпендикулярный y. Какой-нибудь другой исход измерения. Поэтому вероятность ошибки – это квадрат синуса. Ну, понятно, вероятность успеха – это квадрат косинуса, а вероятность ошибки – это квадрат синуса. Ну, при таком угле это, понятное дело, порядка у малой теницы на m. Детерминированный в каком смысле? Это всегда так. В смысле, что мы не делаем никакого случайного выбора, так я объяснил, что квантовым образом мы можем вообще случайный выбор имитировать. Но тут мы его не делаем. Алгоритм Гровера действительно устроен очень просто. Ну, так вот, ну, как бы сказать, подзенски так. Мы вначале, значит, у нас есть два оракула. Один, который измеряет вот неизвестный нам y, а второй вот мы сочинили. Вот на самом деле на этот rψ с точностью вот до знака можно смотреть как на оракул, который отвечает на вопрос «да», если вот этот вот вектор ψ в качестве ответа использовать. То есть, у нас есть такой один известный оракул, другой неизвестный. Но мы их так по очереди чередуем и ждем. Через некоторое время оказывается, что мы знаем ответ. Ну, странно, конечно, да, я не спорю. Значит, это алгоритм Гровера очень популярен, его всегда рассказывают про эти дела, потому что он действительно с одной стороны довольно просто, с другой стороны он показывает вот некоторый такой очень противоестественный характер от того, что называется квантовый алгоритм. Вот не вполне понятно, что мы использовали для того, чтобы найти ответ. Нет, y мы знаем, что он один, мы не знаем, какой он. Да. Нет, значит, на всех y он работает симметрично. Дело в том, что вот смотрите, тут нужно посмотреть на наши операторы. Дело в том, что psi симметрично относительно всех иксов. Он выдерживает все перестановки иксов. Поэтому какой бы вы y не выбрали, поведение вот итерации Гровера будет, ну, подобно, оно будет устроено точно так же, просто вот это вот вращение в плоскости, которое вот на последнем слайде я изобразил, оно будет происходить, ну, в разных, вообще говоря, плоскостях, которые зависят от y. То есть, psi, он вообще симметричен, он ни от чего не зависит. А вот эта плоскость зависит от y. То есть, выбор y определяет, в какой плоскости будет вращаться вектор psi. То есть, вот, получается, что это устроено примерно так. Мы создаем вот этот вектор psi, и дальше применение итерации Гровера, его начинает поворачивать в сторону правильного ответа. То есть, итерация Гровера увеличивает, каждая одна итерация Гровера увеличивает вероятность правильного ответа не очень сильно. Но геометрически, поскольку у нас квантовая система, там не только вероятности важны, но и фазы, так сказать. То есть, у нас это все происходит в некотором геометрическом пространстве. У нас система поворачивается каждый раз на угол. Причем этот угол, собственно, за счет чего выиграешь по сравнению с классическим случаем. Этот угол, он единиц на корень из m. А вот если бы он был единиц на m, то вообще никакого выигрыша не было. Но угол измеряется скалярным произведением, и скалярное произведение именно такое. Вот, значит... Да, да. То есть, в сущности, здесь действительно существенно, что квадраты амплитуд являются вероятностями, поэтому, когда мы считаем амплитуду, у нас как бы возникает корень квадратный из числа возможностей. Да, это правильное наблюдение, это действительно так. И квадратичный выигрыш, он вроде бы получает такое вот объяснение, что вот... Ну, значит, опять-таки, возвращаясь к общим оценкам, квадратичный выигрыш не считается, скажем, в теории сложности уж чем-то очень хорошим, потому что, ну, квадратичный выигрыш, кто там изучал, скажем, машины Тюринга, понимает, что это просто переход от одноленточной машины к двухленточной. Ну и вообще, между разными моделями вычисления, которые, ну, различаются какими-то деталями изменения, ну, такое квадратичное ускорение или замедление, это дело совершенно обычное. Поэтому, конечно, квадратичное ускорение нельзя считать уж таким принципиальным аргументом в пользу квантовых алгоритмов. Ну, не говоря уже о том, что поиск, такой неструктурированный поиск, это вообще довольно большая экзотика. Ну, кто же ищет в неструктурированной базе данных? То есть, в принципе, это называется поиск базы данных. Ну, понятно, у нас есть запрос, вот мы должны найти запись, отвечающую этому ключу. Но при этом у нас нет никакой структуры. Ну, и кто такие базы данных держит? На самом деле, поиски, изучается и задача квантового поиска в упорядоченной базе данных, но там выигрыш квантовый уже к константу раз, а не в квадрат. Ну, вот этот квадрат, он отчасти все равно остается непонятным. Завтра я буду рассказывать о продолжении вот того, что начинается алгоритмом Гровера, и там выяснится, что знание современной науки примерно такое, что вот квадрат есть, а больше шестой степени быть не может. Ну, вот квадрат или шестая степень, тоже вроде бы разница такая немаленькая, но вот пока науке неизвестно. Ну, вот. То есть, ну, это... Да, значит, нет, не то, что точно не может решить, не работает такой примитивный подход, что давайте просто делать, вот, искать решение. То есть, действительно, когда Гровер придумал этот алгоритм, то первая реакция была такая. Ну, ладно, Гроверу повезло вот придумать квадратичное ускорение, а представьте, чтобы у нас ускорение было экспоненциальным. Тогда можно было бы таким образом решать действительно НП полные задачи, потому что, ну, какой вот способ решать? Мы считаем, что наш оракул, он вычисляет действительно, вот, так сказать, ответ, который мы изучаем. Да. Уже существенно является то, что у нас один ответ. В каком задачи, когда мы... Справедливое замечание. Завтра я начну с того, что мы изучим эту ситуацию с несколькими ответами. Оказывается, что там тоже все работает не так плохо, и это не препятствие. То есть, несколько ответов – это преодолимая трудность. Непреодолимой трудностью оказалось то, что конкретно для такой функции корень заведомо не улучшается. Это я тоже завтра расскажу. Ну вот. И поэтому, так сказать, вот после того, как была доказана нижняя оценка, ну, стало ясно, что нет, значит, все-таки уж так надеяться, что совсем на халяву все получить не получится. И долго люди пытались как-то с этим биться, то есть из алгоритма Гровера выжимали все возможное, потому что он, ну, действительно, он в каком смысле универсальный, он, ну, там вот, подставляя вместо черного ящика какие-то устройства, мы будем получать разные полезные алгоритмы. Но ускорение при этом все равно только квадратично. Вот лучше не получается. Вот же. Вот.